Итак, друзья, мы подошли с вами к последнему уроку и, соответственно, к последней вкладочке, которую мы будем рассматривать. Давайте я сразу вызову панель. И последняя панель, которую мы рассмотрим, это профили. Вернее, не панель, а вкладка. И данная вкладка отвечает за сохранение и создание именованного профиля. То есть все настройки, которые мы с вами создавали, можно сохранить в профиль, задать ему имя, и он у вас будет сохраненный. Какие здесь есть преимущества и возможности? Во-первых, сохраненный профиль можно экспортировать и, соответственно, импортировать на другие компьютеры. То есть вы экспортируете, тем самым создаете файл с расширением ARG, и можете этот файл переносить на другие компьютеры. Либо где-то на работе положить его в сетевую папку, чтобы все могли им пользоваться. Также можно создавать несколько профилей, заточенных под определенные задачи, и в свое время переключаться между ними. То есть когда того будет требовать ситуация. Итак, мы с вами провели кое-какие настройки, как визуальные, то есть настроили командную строку, цвет графического пространства, курсор, подсказки и еще кое-какие элементы. И как видите, в профилях у нас есть единственный профиль, который называется профиль без имени. Ну, это название по умолчанию. Давайте его переименуем. Нажимаем переименовать и задаем. Ну, к примеру, напишем профиль 1. У нас такой произвольный профиль, в принципе. Поэтому какое-то конкретное имя для него не обязательно задавать. Здесь можно написать примечание, ну, какое-то краткое описание, что в профиле, какие в нем особенности. И нажимаем применить. Для того, чтобы создать еще один профиль, мы нажимаем добавить. Задаем ему имя, к примеру, профиль 2. Нажимаем принять. И если мы установим его, ну, то есть данный профиль, то все настройки, которые находятся в нем, они взяты из первого профиля. То есть как бы мы создаем две копии. Для того, чтобы изменить данный профиль, мы, соответственно, производим настройки. Ну, допустим, вот я сейчас изменю цвет. Перехожу в профиль и нажимаю применить. Все, теперь настройки данного профиля сохранились. Нажимаем ОК. Можем даже закрыть файл, к примеру. И при запуске нового файла у меня загружается, как видите, новый профиль. Для того, чтобы изменить, вы уже поняли, мы переходим в настройки и меняем. Выставляем первый профиль и нажимаем установить. Вот таким образом мы переключаемся между профилями. Итак, двигаемся далее. Для того, чтобы импортировать профиль, мы должны его сначала установить. Вот, допустим, второй профиль. Устанавливаю и нажимаю экспорт. Обратите внимание, что имя профиля задается такое же, как имя чертежа. Зададим имя, к примеру, профиль 3. Как видим, расширение ARG, а это значит, что это профиль. Нажимаем сохранить. И теперь обратите внимание, у нас в папке «Мои документы» по умолчанию сохраняется профиль. Сейчас я второй профиль вот этот удалю. И попробуем импортировать профиль. Ну, то есть смоделируем ситуацию, как будто мы скопировали данный профиль, перенесли на другой компьютер и теперь хотим его установить в нашей системе. Нажимаем «Импорт». Ну, соответственно, он у меня располагается в моих документах и называется «Профиль 3». Нажимаем «Открыть». Можем сразу подредактировать имя, какие-то пометки здесь сделать и нажимаем «Применить». Вот он у нас появляется и мы можем сразу его установить. Нажимаем «Установить» и, как видите, цвет фона меняется, а это значит, что настройки профиля вступили в силу. Ну, и последняя возможность, которую мы рассмотрим, это сброс всех настроек. То есть мы как бы делаем «Резет» и возвращаем настройки к заводским. То есть к настройкам по умолчанию. Так, у нас установлен профиль 3 и мы его обнулим. Нажимаем «Сброс». У нас появляется сообщение, действительно ли мы хотим продолжить. Мы нажимаем «Да». Если мы сейчас закроем данную панельку, то увидим, что все настройки у нас стали такими же, какими были изначально, по умолчанию, при первом запуске программы. То есть командная строка стандартного цвета и со стандартным шрифтом. То же самое касается рабочего пространства, меню ленты, ну и прочих настроек. Вот таким образом работают данные настройки. В дальнейшем я буду работать со стандартными настройками профиля, для того, чтобы не смущать вас, потому что я не знаю, какие настройки вы выберете для себя. Поэтому проще всего работать со стандартными. И вам рекомендую пока что не углубляться в оптимизацию и адаптацию, а работать с более-менее стандартным профилем. То есть с более-менее стандартными заводскими настройками. А потом, с течением времени и практики, вы уже сами поймете, какие настройки вы хотите изменить, а какие хотите оставить по умолчанию. Что ж, на этом мы данный раздел заканчиваем. Обязательно проработайте его, повторите все, что я показал, чтобы это отложилось у вас в памяти.